Ровно 8 лет назад был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации. Этому предшествовал референдум, на котором за воссоединение проголосовали подавляющее большинство крымчан. В честь знаменательной даты в Элисте, как и по всей стране, прошел митинг-концерт «Крым-Донбасс-Россия». На площади Победы организовали красочную программу с участием творческих коллективов Калмыкии. Порадовали выступлениями и ансамбль песни и танца «Околица» к Донецкой государственной академической филармонии. Далее подробности. Россия была, есть и будет великой державой, несмотря ни на какие вызовы. Об этом глава Калмыкии заявил во время выступления на праздничном концерте, посвященном восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Мы собрались здесь для того, чтобы поддержать жителей Донбасса, которые спустя 8 лет борьбы обрели свободу и независимость. Все вместе мы собрались здесь для того, чтобы поддержать тех, кто сейчас, исполняя воинский долг, участвует в специальной операции по геноцификации Украины. Россия была, есть и будет великой державой. С какими бы мы вызовами не сталкивались, мы это будем доказывать. Потому что сила в правде. Митинг-концерт объединил многонациональное население Степной Республики. Лозунг «Крым, Донбасс, Россия» звучал по-особенному в этот день. Как известно, 21 февраля Владимир Путин согласился признать независимыми государствами Донецкую и Луганскую Народные Республики. Глава государства подписал соответствующий указ. Концертную программу открыла заслуженная артистка Калмыкия Ангелина Серова с песней «Желаю тебе, земля моя». Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» из Городовиковского района также порадовал творческими номерами. А театр танца «Айраты» показал яркие танцевальные номера. И в рамках концерта состоялся флешмоб «Триколор». Волонтеры развернули российский флаг и знамя Донбасса. И еще один символ акции – буква «З». Знак поддержки нашей армии, которая сейчас борется за безопасность и мир на территории Украины. Также праздничное выступление поддержала калмыцкая конница. «Россия – самая большая страна в мире. В нашей стране живет очень много народов. И у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды. Россия – какое красивое слово!» Для многих россиян воссоединение стало историческим событием. А потому отмечают этот день с огромной радостью и воспоминаниями о проведенном в 2014 году референдуме. «Конечно же поддерживаем и нашего президента, и то, что сейчас происходит у нас, и спецоперацию. Мы надеемся на то, что все люди, которые проживают и в Донецкой народной республике, и Луганской народной республике, в конечном итоге будут жить мирной и счастливой жизнью. И мы всем, чем сможем, им поможем». «Внутри зрелое ожидание, когда же наша страна предпринимет ответные меры. Поэтому решение нашего президента Владимира Владимировича Путина и руководства нашей страны, оно является вынужденным, адекватным и правильным. И наш гражданский долг – объединиться и поддержать нашего президента. Я думаю, все присутствующие на сегодняшнем митинге, они разделяют это мнение. И именно поэтому они сегодня здесь. И не только потому, чтобы отпраздновать объединение Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь, но и для того, чтобы выразить солидарность и поддержку нашему президенту. Мы учились и восхищались героями, молодогвардейцами Донбасса. И вот в Донбассе есть такой поэт Ермошенко говорил, «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано». Вот под этими словами подпишется любой доброволец, который участвует в специальной операции России за свою независимость и за помощь луганским и донецким жителям. Элистинцы встречают этот праздник с особой гордостью за страну. Вообще этот день очень значимый для нас, для России, для Республики и так далее. Так что 8 лет назад Крым присоединился к России, как это исторически территориально принадлежало России. И он опять вернулся к нам, к России. За эти 8 лет мы с Крымом очень сдержались. У нас студенты есть, кто с Крыма. Мы с ними поддерживаем связь, учимся, поддерживаем друг друга. 8 лет назад произошло такое значимое событие для нашей России. И мы как граждане нашей большой многонациональной страны. И мы все очень рады, что сегодня проходит такое масштабное мероприятие на нашей малой родине. 8 лет назад крымчане выбрали единство с Россией. Этот выбор они сделали в ходе референдума свободной и подавляющим большинством. Событие стало поистине поворотной точкой, символом надежд и колоссальных преобразований на полуострове. Нагана Кашранова, Амуланга Джаданова, Владимир Цуглинов, Ачиру Бошаев, Анатолий Кожымбаев. Информационная программа «День республики».